В Москве наградили лауреатов 18-го конкурса просвещения через книгу, организованного Издательским Советом Русской Церкви. Торжественную церемонию награждения возглавлял митрополит Калужский Боровский Климент. Рассказывает Эльвира Гордеева. В конкурсе просвещения через книгу за 2023 год, который ежегодно по благословению Святейшего Патриарха проводится Издательским Советом Русской Церкви, приняли участие как церковные, так и светские издательства. На СССР поступили более 150 заявок в номинациях «Лучшая духовно-патриотическая книга», «Лучшая духовно-просветительская книга», «Историческая книга», «Учебное издание», «Лучшая книга для детей и юношества», «Лучшая прозаическая книга» и другие. Традиционно в Издательском Совете Русской Православной Церкви состоялось награждение лауреатов 18-го открытого конкурса изданий просвещения через книгу. Традиционно в рамках нашего конкурса в 11 номинациях отмечены книги, поступившие из многих регионов, из других государств, в частности Латвийской Православной Церкви. Всего более 150 книг просматривалось членами экспертного совета, конкурсной комиссии и более 50 изданий отмечены дипломами лауреатов первой, второй, третьей степени. Торжественную церемонию вручения дипломов и наград победителям конкурса возглавил председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент. Какое бы время мы ни жили, книга для человека имеет важное значение. Какой бы она ни была, на переске, на пергаменте писалось, рукописная или истинная, по-краски, книга всегда нужна и помогает человеку. По мнению владыки Климента, несмотря на все современные технологии, наличие практически у каждого планшетов, смартфонов, компьютеров, интерес и какая-то особая любовь читателя к бумажному изданию никогда не уйдет в прошлое. Когда смотришь на книжку, так вот тянется взять ее, подержать, пристать, послушать, шелест ли страниц, перелистывать, загибать, отмечать – это особое удовольствие. Среди 54 книг-лауреатов есть жизнеописание христианских подвижников, священческая проза, биографии художников Воснецова и Крамского, учебники по богословию и церковной истории, литература для детей. Многие награды конкурса в этом году отправились в регионы. Так, специальным призом за проект «Россия. Визуальный код» было отмечено ярославское издание «Медиарост». В Нижегородскую область уехал диплом конкурса, который получил архимандрит Тихон Затекин за книгу «Исповедник веры» Христианской и Ирей Василий Гундяев, рассказывающую о жизненном пути деда святейшего патриарха Кирилла. Дипломом проекта «Дружбы. Храм священный» был отмечен фонд возрождения Тобольска. Рекордсменами по количеству победителей конкурса стали издательство Православного святотихоновского гуманитарного университета и издательство Срезинского монастыря.